Керчь. Героевское утро, 26 июля. Мы уезжаем в путь. Выехали мы за пределы города Керчь. Время у нас 7.56. Едем в сторону Крымского моста. Поскольку мы оттуда выехали, Оксана, с дома, например. Ну, в 7.30, по 8.30. Вот в 7.56 мы выехали за пределы города. Вот, выезжаем на Крымский мост. Темрюк. Центральный автовокзал и рынок. Так, ну вот такой мы попробовали сделать мини-обзор. Беглый. Рынка. Все. Да, в следующее включение. Проезжаем Славянск-на-Кубани. Вот дом культуры Славянск-на-Кубани. Прямо 11 километров. Едем уже мы по территории материка. Находимся мы в Славянск-на-Кубани. Практически проехали Славянск-на-Кубани. Время сейчас у нас 11 часов 41 минута. Выехали мы в 7 часов 30 минут примерно. Ну ладно, включимся дальше, доедем до столовой, там поснимаем. Столовая, цены. По чем селеха подшла? 75 рублей. Омлет с колбасой. Сели, поели столовая. Подносики, все как полагается. Сосуфельный бюре. Сосуфельный бюре. Бедро запеченный. Чай. И картошка. Там кулеры. Борщ. Солянка не оказалась, хотела солянку взять. И пюрешечка. А сколько вышло у нас? 1 тысячи. 1 тысячи сто три. Вот, на троих покушать. При кафе есть магазинчик. Вот, там можно купить водички, семенчик. А тут шоколадок в дорогу. Что-то еще там. Так что, тут руки помыть тут, а туалета тут нет. Снаружи, отходить надо, там есть вход другой. Вот магазинчик, что есть. Ассортимент. Вот так. Наверное, в дорогу то, что важнее. Ну, покушать какие-то вот вещи. 92 рубля. Через троллей, наверное. Да, 5 литров. Есть по 86. Несногорский. Шоколад. Вот такое вот кафе, оно располагается вдоль трассы с Димашевска на Славянск-на-Кубани. Вот оно называется как. То есть, в основном, тут останавливаются те, кто едет уже в сторону юга. Вот там, Славянск-на-Кубани. Соответственно, в ту сторону Димашевска. Вот, а туалет вот снаружи. Вот где люди стоят. Платные, не платные, мы знаем сейчас. В общем, короче, смысл такой, что тут вкусно. Достаточно. И по деньгам демократичный. Тысяча рублей. Ну, тысячу что мы отдали? Отдали 1200 в Судаке, но еда была отвратительная. Не то, что прям противная. Хорошо, как говорится, не отравились. То есть, все там испорчено. Видно, готовят плохо и экономят на всем. То есть, вместо того, чтобы одной котлету нормальной сделал, делали две или три котлеты. То есть, мясо там подят. А здесь вот нормально. Вот попали мы в сильный дождь. Перед Димашевским. Где-то в районе 18 километров до Димашевского. 18-16. Продолжение следует. Все, впереди Кислиповская. После этой, какого-то Болевская. И все. И все. Пучок. Впереди какой-то самолетик. На постаменте. Что-то похожее было. Где же мы проезжали? Не помнишь, в каком населенном пункте тоже? Какой-то такой вот самолетик на постаменте. Такой же вот самолетик на постаменте был. Не помнишь, где мы проезжали? А очень много, где уже как минимум одно бы такое проехали. Ну, вот я и говорю, вот этот второй вот. Только там немножко он был по-другому. А этот вот. Еще рабочий день не закончился. 15-45. 95-51 рубль зарусов. Да, скорее всего, тут мы ехали. Мы так удивились. Какая красота. В мае это как будто крестивей. Ну, да. И подсолнуков не было этих. Ну, скорее всего, да. Было как почище. То есть не так было все распушено. Да, вот этой травы, наверное, такой не было. Она была зелененькая такая еще. И высокая. Ну, да. Еще свеженько покрашенные были. Сейчас уже обгрязнились. Покрашенные ножки у деревьев. Оттуда смотрит на обгон. Тоже смотрит по сухам. Я снимаю все. Фиксирую, фиксирую. Вот он, надо бы быть деревьями, шариться в теньки и пик. Какая-то церквушка интересная. Ну, как назло, прям дерево. Оно вот открыто. Пожалуйста. Это новостроит. 90-е, наверное. Отлично, 90-е. Вот выезжаем на трассу М4 Дон со стороны станицы. Но не Кореновск. Это какая-то тут вообще просто место такое какое-то. Кисляковская какая-то. Ну, да. Наверное, Кисляковская, скажем. В районе станицы Кисляковской. Это Кисляковская, да? Кругом одни ярмарки. Период ярмарок. Продают. Орехи, картошку, дыни, арбузы, лук. Чурчхему, наверное. Правда, не видел, но, скорее всего, продают. И что интересно, в полях люди убирают картошку, то есть, как бы приезжают и, в общем, собирают картошку, которую не убрали до этого люди. Там комбайн или люди не убрали картофель, он остался там в земле. И убирают мешками. И при нас для набойщик прям тащил прям мешок практически картошки. Ну, пол мешка, я бы сказал. Так что вот так вот интересно. Можно поехать в это время и набрать для себя в поездку. Если едете на юг с палаткой, можно набрать мешок картошки, который будем есть всю дорогу. Заторчик на М4, машин много почему-то образовалось, с нами ли съехали дальше, я думаю. Вон 82-й регион Крым, да? 82-й? Да. Вот подъезжаем к первому платному участку дороги, так скажем, к первому пункту оплаты. У нас не сохранилось видео, когда мы сюда ехали, мы записывали каждый пункт оплаты. Самый главный вопрос у нас был, вот реагируют на их датчики, излучатели, так скажем, скорости проверку. У нас не сохранилось видео пути суда, там мы записывали каждый пункт оплаты, сколько взимали. И самый главный вопрос у нас был, сколько будут взимать при наличии бокса на крыше. То есть будут взимать как с грузового автомобиля, так скажем, с крупноговоритного, либо как с легкового. Вот с нас взимали сюда, как с легкового автомобиля, с обычного. Вот сейчас мы остановимся в пункт оплаты. Народу много сюда, когда мы ехали, таких очередей не было. Когда мы ехали сюда, у нас главный вопрос был такой, будут ли с нас взимать по второй категории, не по первой, как за легковой. А почему? Потому что у нас бокс. И кто-то написал, что могут взимать, в общем, как по второй категории. Но на каждом пункте оплаты с нас брали, как за первую категорию. На обратной дороге из Крыма очереди на пункте оплаты, вот на первом, достаточно большие. Мы таких не встречали, когда сюда ехали. Ну, наверное, народ стремится уехать, что ли, я не знаю, закончился сезон отпусков. Туда, наоборот, когда ехали, не было такого. Вот сейчас, смотрите, все стоит. Первый раз мы с таким столкнулись. Здесь мы уже в мае ездили, не видели таких очередей. Не встречали мы их и в начале июля, когда ехали сюда. Именно в Крым. Именно, имеется в виду в эту сторону. 65 рублей. 65 рублей, значит. 65 рублей. Так, 65 рублей с нас. А чек? Вот и чек мы забрали. Поехали. По первой категории берут. 65 рублей. Дешевле мы не проезжали. Смотри, а смотри в эту сторону тоже народ. Да, и в эту сторону стоит народ. Вот, посмотрите. Вот прямо сейчас именно, да, в это время. Тоже много народу. Что выезжают, что выезжают очень много народу. Сюда, наверное, даже больше, я бы сказал. Да, она у нас меньше. В данный момент выезжает больше людей. Очередь. Приличная. Ну, вот как раз конец июля, начало августа, наверное, большая часть сезона началась. То есть, в начале июля, когда мы ехали, было не так. Ну, да. Эту прям, смотри, сколько мы такого вообще не видели. Да, 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 да. На въезд большая очередь. Сними ее все. И она вон какая длинная. Вон где еще машина. Затор. И это прям чуть ли уж не с километром. Да, да. Ну, тут уже реденько. Тут уже подъезжают. Ну, все, да, значит. Все. Проезжаем в данный момент реку Дон. Впереди Ростов. Реку не видно, поскольку кругом бордюры огорождающие. Вот, приехали мы сюда в 17.39. То есть, выехали мы где-то в пол восьмого, в 7.30 утра. И вот в 17.39 мы приехали сюда, к Ростову. Сейчас обходим Ростов. И дальше едем в Каменск-Шахтинский. И смотрим там под жилью, что будет. Вот можно посчитать, сколько мы проехали часов. Друзья, Каменск-Шахтинский. Сзади меня парк Патриот. А также... А также вот такой отель Звездный. Рядом вкусная точка. В отеле Звездный мы остановились, сняли трехместный номер. В мае месяце он стоил 3000, сейчас стоит 4200. Вот, сходили мы в Южную ночь. Там стоил четырехместный 4200 или 4100. Да, 4100? 4200 тоже, но это четырехместный. Но по качеству, не знаю, здесь очень качественные номера. Прям даже не жалко, как говорится, отдать. Сейчас мы пойдем прогуляемся в Пятерочку через подземный переход. А потом пойдем во вкусная точка. И вот хочется в парк Патриот сходить. Но это уже по обстоятельствам. Вот такой подземный переход. А Пятерочка, сейчас покажу где. Это если вдруг, то здесь остановится. Вон Пятерочка. Подземный переход Камин-Шахстанска. Сверху у нас гудит трасса. А мы переходим в другую сторону. Туда, куда мы приезжали, когда ехали в Крым. Вот тут тоже туалетов куча. Здесь вокзал, наверное, что ли, какой-то располагается. Либо места, куда припарковаться. Пончик, чебурек. Это, походу, автовокзал. Вон какие-то туалеты и стоянки, как бы, автобус. Пойдем левее, там обойдем. Вот оттуда мы пришли. Отель Звездный. Кстати, есть Макс-отель с этой стороны. Вот, надо запомнить. Мало ли что. И пятерочка. Ну, вот, пятерочка достаточно большая. 21 арбуз. Мы постречали по 8 рублей. Самое дешевое было. 9, 10, 8. Ну, по трассе, когда ехали, по станицам. Ну, я думаю, снимать нет смысла. Так что, вот, покажу изнутри, что она большая. Много здесь всего, чего можно купить. Миша, иди смотри, булочки вот тут. Мацони, кавказский долгожитель. Ну, там Айран это у нас есть, но здесь немножко другие. То есть, продукция все-таки частично отличается от нашей. Ну, так, немного ассортимент другой. А в целом, похож на наш. То есть, там, где мы живем, в смысле. Донской молочник, йогурт. Тоже местные, скорее всего. Парк Патриот. Что там запрещается. График работы. А, до 8 часов. Вход 200 рублей. Да, через 2 минуты он закрывается. Вход 200 рублей. Сейчас, пойдем. В общем, так, даже если бы мы хотели, мы не успели бы попасть в него. Ну, такие вот тут чудеса. Бронепоезд за родину. Танки, пушки, вертолеты. Ну, не судьба, ночь, не судьба. Пойдем дальше. Вот, еще раз напомню. Вот такой отель тут есть. Южная ночь. Мы, когда первый раз эти места посещали в мае, мы попытались забронировать. в южную ночь. Ну, позвонили. На Яндекс.Картах телефон нашли. У них не было номеров вообще, да? Да, было все занято. Все занято. Сейчас есть 4-х местный. Вот, как я уже сказал. Но мы решили там остановиться. Тоже будет неплохо. Кошек очень неплохо. Ну, так, на внешний вид цивильно, да. Вот. Может быть, они даже посоперничают между собой два этих отеля. Но я вам номер покажу и расскажу немножко про него. Тогда посмотрите и решите. Ну, конечно, это тут надо думать, что дорого. Может быть, и дешевле можно найти. Но у нас время уже поджимает. Пора размещаться. Пора делать дела свои, покушать. То есть спокойно, не бегом, не свалиться, не упасть, как говорится, без задних ног. Нормально. Подготовиться ко сну, выспаться. В нормальных условиях. Чтобы завтра продолжить путь отдохнувшими. А то мы так ночью не спали толком. По непонятной причине. Волновались, наверное, перед дорогой. Стоянка перед отелем Звездный и перед вкусной точкой. Сейчас мы забираем вещи и идем в отель. Так, сегодня у нас утро. 27 июля. Вчера обзор не удалось номер сделать. Но попробуй сегодня. Вот такой номер. Телевизор. Кондиционер. Окошечко. Две розетки. Даже три. И внизу еще одна под холодильник. То есть есть холодильничек, в который можно положить продукты. Две розетки. На 1 ампер, на 2 и 1 ампера. Вешалочка, зеркало, дверь, душ, туалет, кровать двухъярусная. В первом номере, в котором мы были, там была одна ярусная кровать. Три штучки. Вот тут Миша у нас отдыхает. За ночь не отдохнул. Телефон. Правда, не знаю для чего. Вызывать, наверное, кого-то. С решетчика. С решетчика, может быть. Выключатель для бра. И розетка. Тумбочка. Палы вот здесь конкретно теплые. Прямо вот сейчас. Даже сейчас. Ну и три таких вот табуреточки. Это вот убранство. Вот вытяжка есть. Вентиляция. Противопожарная, по-моему, система. Ну, убранство вы увидите. Все свеженькое, все новенькое. Все прям очень хорошо. Пока не забыл чайничек. Три кружечки, пока тут две. Три ложечки чайных. И чай был. Было, наверное, штук шесть. Зеленый и черный. То есть по три, наверное, зеленых, по три черных. И вот, смотрите. Вот такие вещи по требованию посетителя могут предоставить бесплатно. Ну, вот вход в туалет. Душ. Три полотенца дают каждому постояльцу. Сушилка. Коврик. Раковина. Со шкафчиком смене мыло. Жидкое. Зеркальце. Фен такой очень хороший. Душ. И дают вот такие вот гель для душа и шампунь в темном этом бутыльке. Два выключателя. Вот вытяжка работает. Один выключатель на вытяжку. Другой на свет. Ну, вот такой номер от Эли Звездный. Так что, думайте, заезжать, не заезжать. Сто этого там не стоит. Выехали мы из Каменского-Шахтинского в сторону Бязани. 8.05. Ну, около того пусть будет 8.05. Там плюс-минус 2 минуты. Так что, едем в путь. Посмотрим, сколько времени займет. Во сколько прибудем. Запишем. На включении. Ну, в общем, заехали мы в кафе-пекарню. Называется оно Ро-Вант. Рекомендую кафе-пекарню Ро-Вант. Ну, вот подъезжаем к очередному пункту оплата. Это второй на нашем пути. То есть, за два дня это второй. Вчера был первый. 330. 330 рублей. Либо 370. Ну, там что-то все зависит. 330 нет, да. Так, едем, где наличка нужно, да? Да, нам на оплату наличкой. Легковые автомобили стоят... А у нас сегодня какой день? 330. С понедельника по четверг. У нас сегодня среда. Значит, 330. Должно быть 330. Сейчас проверим. То есть, первая категория 330. Вторая категория 390. Ну, и дальше там уже 410, 920, 920, это фура. Так, сейчас мы посмотрим. Вот она как выходит, можно ровно, сильно близко. Так, смотрим. Хорошие дороги. Что нам покажут? 330. 330. Нам один билет на первый ряд. Хорошо, сделаем. Счастливого пути. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо. Ну вот, второй день нашего пути. Первый пункт платного проезда. Первый пункт взимания платы. На второй день. Да, на второй день. Мы заплатили 330 рублей. Взяли по первой категории. Как и сюда, как мы ехали. Так что, первая категория. С боксом все нормально. Отлично. Так, оплата наличными. Оплата наличными у нас... Да, вот здесь правильно ты едешь. Один нам проездочек. Спасибо. Ну вот, второй пункт оплаты мы проехали. На второй день. 110 рублей с нас взяли. Тоже по первой категории. Так что, едем дальше. Смотрим, что будет дальше. Вот кто-то нас тут стреляет у нас. Карточка у нас... А вот, наверное, там, где и денежка. Карты нарисованы. Да, то есть там все одно. Ой, нам один билетик до Москвы. Спасибо вам. Счастливо в пути. Да. Вот взяли билет до Москвы. А зачем, сами не знаем. Нам до Рязани ехать. Ну ладно, поедем до Рязани. Может, потом вернут нам часть средств. А может, до Рязани даже дороже. Не знаем. Что теперь делать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова